Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 85-й выпуск, на дворе июль 2018 года. С вами, как обычно, я в этой студии КСДаймон. И сегодня у меня в гостях Сергей Лерк, инди-разработчик, он же гейм-девелопер. Серега, привет! Всем привет! Ну давай, по традиции, расскажи, как ты вообще попал в IT, как давно и чем занимаешься. Попал в IT я довольно давно. Но не так давно, как хотелось бы. Начал с... Знаешь, есть такой компьютер-фэмили, компьютер, который NES, 8-битная приставка Dendy. И у нее есть одна такая странная приблуда, как у них был такой компьютер-клавиатура, в которой можно было немножко на бейстике программировать разные игры, используя спрайты NES-овские. Ты знаешь о таком девайсе? Нет, ты вот это не встречал. Я, на самом деле, Dendy прошло мимо меня, вот это все. Я в Dendy, знаешь, когда... Как это незабавно звучит, но в Dendy я иногда играю на даче вот там сейчас, то есть когда уже совсем их нет, а оно там откуда-то кто-то отдал, и вроде выбрасывать жалко. И я иногда там раз в год, знаешь, по праздникам, подключаю ее там куда-нибудь к телеку, и что-то поигрываю. А так в свое время нет, у меня как-то сразу 386-й появился там еще во время школы, поэтому приставки прошли мимо меня. Жаль. Это большое упущение. Вот. Ну, я застал 8-битки, 16-битные мимо меня прошли. Вот. А Dendy-то было много, и я довольно много играл. Так вот. Такой компьютер там был. И, естественно, у нас все это пиратели, разные пираты. И сделали свой клон под названием Magic Computer. Тоже клавиатура, тоже можно было туда Dendy-вские игры вставлять, и можно было писать на Basic свои какие-то программки. Так вот. И у меня был вот этот компьютер Magic. Мы с другом школьным его заметили в каком-то ларьке в центре города. Рублей за 200 или 250 он тогда стоил. И мы его взяли, уговорили там родителей, нам его купили. Ну, у него он стоял, к нему я приходил, и мы что-то там первые игрульки свои программировали. Было довольно весело. Это уже потом я узнал, что это, оказывается, клон Family Computer. То, что сейчас этого магика я, кстати, не могу найти в интернете, и все изображения попадаются только Сюбор. Это его ближайший тоже клон. Понятно. Слушай, ну это ещё во время школы, как бы, да? То есть, я так понимаю. Да, я начал программировать со школы. Так у меня всё это повелось. Мне, наверное, всё-таки повезло. Меня папа топил за то, чтобы я пошёл в кружок радиолюбителей паять всякую фигню вроде радиоприёмников, блоков питания и вот это вот всё. Я туда пошёл, и в девятом... нет, в каком, не в девятом, пораньше где-то. Наверное, в седьмом, в восьмом, девятом, точно не помню, какой именно это был год, классе нам преподаватель радиокружка показал, что такое 286-й компьютер. То есть, он, да, в радиокружок его притащил, мы его использовали, то есть, там, он нам показал, что такое DOS, показал нам Windows 3.1, игрушки там были какие-то, но, конечно, дико всё это нравилось, и компьютер нам запал гораздо ближе, чем что-нибудь паять. Чем паяльник, ну понятно. Да, поэтому стал заниматься компьютерами, и дальше уже тоже мне, наверное, можно сказать, повезло. У нас в школе были дополнительные занятия, которые назывались УПК, учебно-профилактический комбинат, учебно-профильный комбинат. У нас он как-то учебно-производственный назывался, ну неважно, да, УПК, было такое дело. И вот параллельно с 9, 10, 11 классом, мы один день в неделю занимались программированием, то есть, выбрал профиль программирования там, и довольно хорошие там были преподаватели, мне кажется, это был, наверное, лучший профиль во всём УПК. Начинали там с Pascal, потом был Delphi, тоже там компьютеры были первые Pentium S, старенькие такие. Нет, ну это круто, это круто, знаешь, ты вот расскажешь, я говорю, у меня тоже там был УПК, и у нас там было, ну, не так много вариантов, там либо токари, значит, куда, кстати, отправили большинство, так сказать, ребят. Мы там троём мудрились попасть на что-то типа операторы ВМ, но это просто ни о чём, это какой-то там Word, знаешь, там, не знаю, Excel, которые мы и так до этого уже все знали, в общем. И, короче, по сути, у нас просто был свободный день, в то время, как все там за станками точили, но, с другой стороны, видишь, ты в это время там какие-то более правильные штуки уже изучал, вот. Да, и вот на этом моменте я довольно сильно поднялся. А, ну и вот в радиокружке показали, что такое C, очень была на то время сложная для понимания штука, конечно, очень было сложно там что-то делать, но я помню одну из первых программ, которые мы сделали, это мы делали рисовалку, то есть на C мы, преподаватели, я не знаю, почему так случилось, наверное, потому что интернета не было особо, но мы делали ввод мышки через прерывания DOS-овские, то есть не какой-то там библиотечка, а прям по хардкору. Да. Ну, в DOS-е всё так, там как иначе. Да, ну вот сейчас бы ты какую-нибудь библиотечку скачал бы для этого, для доступа к мышке под DOS-ом, а там нет, всё чисто на прерываниях, да, и делали этим, да, режимы VGA-шные тоже включали через прерывания, помню, вот, и мышкой рисовали всякую ерунду, и помню, да, была проблема эта, когда вводишь быстро мышкой, и там вместо линии получаются просто точки, вот, и мы спрашиваем преподавателя, а как это решить-то, чтобы линия была плавная? Он сказал, а как, как, вы просто берёшь мышку и плавно ведёшь, и у тебя получается плавная линия. Хорошее, кстати, решение, нормально, да. Просто не надо быстро нажимать. Вот. Потом пошёл университет, но вот в университете было очень мало программирования, у нас был ассемблер, и не было C. Это меня, C++, это меня очень расстроило, поэтому я пошёл на лекции по C++ к параллельной группе, у которых они были, а у моей группы их не было. Вот, там немножко их поучил, и выучив чуть-чуть C++, я пошёл работать PHP-программистом. Вот так вот неожиданно. Ну, там 2006 год, PHP, 4-я, 5-я версии. Ну, где-то та, да. Да, это самый пик, по-моему, PHP, и я помню, я скачал какой-то там самоучитель PHP, полистал его за неделю, пошёл на собеседование, и меня сразу же взяли. Ну, там была какая-то очень низкооплачиваемая позиция, поэтому меня, наверное, и взяли, потому что я далеко не тянулся. Но, тем не менее, веб-девелопмент с этого начался у меня. Такой уже, можно сказать, профессиональный, профессиональная карьера началась со старта. Классно. Слушай, а ты вот в институт прям сразу после школы уже понял, что хочу что-то в программировании, хочу что-то туда идти, или как-то так послужил? Ну, ещё было непонятно до конца, но примерно. Я с детства хотел делать игры, и на бейсике мы там делали какие-то, я помню, в центре стоял спрайт, похожий на какую-нибудь турельку, и со всех сторон шли, помню, какие-то вражины, которых надо было отстреливать джойстиком. Вот то, что я делал, самая первая игрулька. Потом на Паскале я сделал этот скролл-шутер, знаешь, когда там космический кораблик у тебя летит. Возле экрана, соответственно, да? Да. На заднем фоне звёздочки проплывают, и ты стреляешь в летящие на тебя яйца. Потому что там были, не было, я не знал, как загружать картинки, поэтому я всё рисовал, там, библиотечка, которая примитивно рисовала. Кругушочки, прямоугольнички, вот это вот всё. Концептуально, концептуально, ну, ничего, да. Сейчас, кстати, модно, даже вот, знаешь, вот сейчас, как бы, да, там есть игрушки, которые действительно, наоборот, скажу, как одним из своих плюсов выставляют то, что вот у нас там, значит, такое всё вот концептуальное, треугольнички, там раскрашенные всякие. Да, лоу-поли. Ага, да-да. И у меня было одно очень важное нововведение в геймплее. У меня выстрел производился правой кнопкой мыши, а не левой, чтобы левая кнопка мыши не ломалась. Это было очень, это очень важное решение. Слушай, да, ну ты, наверное, тогда, если так вот ты говоришь, то, значит, ты застал туболь, когда левая кнопка накрылась, а где взять, надо было выпаивать среднюю, чтобы, потому что она не использовалась. Да, и тут мне пригодились навыки паяльника. Вот, классно. Ну, видишь, да, не зря, не зря. Ну, помню, я как эту игрушку писал, там у меня было где-то четыре уровня, вот, и каждый уровень я делал куда и как. Я сделал большой ив, по-моему. Я проверял, какой там уровень, и внутри этого каждой ветки я просто копипастил всю игру целиком, чуть-чуть изменяя, как там двигается фон и как там генерируются эти яйца. Нет, ну, слушай, для первых экспериментов это все равно круто, на самом деле. Тут сейчас, конечно, так можно смешно вспоминать, типа, о, там, скупипастит всю игру, там внутри ив и ветки, там, ни про какую декомпозицию и прочие вещи, но для начала. Но все равно, как бы, вот, довольно-таки интересно, классно. Ладно, хорошо, ну, стал ты работать PHP-программистом, вот, дальше как ты вообще в генерируете в итоге попал? Да, там я проработал. Да, проработал я там где-то с полгодиком. Игрушки, настоящие, полноценные игрушки, я боялся программировать, потому что это было действительно тяжело. Вот, вспомним C++, вспомним, там, OpenGL, вспомним неокрепшую детскую психику, которая еще в университете все-таки не это, не полностью сформировалась, и поэтому было очень тяжело мне начать делать игры. Вот поэтому я делал, там, сайтики, простенькие странички, которые меня просили. и после этого я устроился в одну шарашкину контору по знакомству, которая занималась видеонаблюдением. Вот, и тут я подтянул свой C++, я уже знал, что такое Linux, я знал, как под него программировать, мне это довольно сильно понравилось, то есть я работал там с этими, с модулями ядра, которые видеопоток со всяких USB-шных и других плат доставляют, и я его кодировал с помощью там FFMPEG, и выводил на экран, уже забыл, с какой библиотечкой. В общем, ну, делал такой простенький интерфейс видеорегистратора, и, собственно, видеорегистратор я и программировал. Ага. Вот. И еще я делал такую интересную штучку, как вычисление скорости по видеокамере движущегося объекта. Я по этому поводу даже статью на Хабре написал. И там довольно интересный момент, что нигде этот способ я более не встречал, но он такой, да более простой, что ты просто проводишь как бы виртуальную линию на плоскости камеры, куда она смотрит. То есть она под углом же смотрит, там, на дорогу какую-нибудь. Ну, тебе надо, главное, задать координаты, как бы плоскости относительно объектива камеры, условно говоря. Да-да-да. Вот. И ты там делаешь несколько измерений на камере, вводишь это в формулу, и у тебя каждый пиксель соответствует какому-то там расстоянию на камере. Вот. И, соответственно, с этими измерениями уже очень просто там скорость измерять или еще что-нибудь. Вот. Про это сделал статью. И после этого я уже устроился в так называемый бодишоп, когда нас берут несколько людей и потом перепродают во всякие разные зарубежные конторы, опять же, веб-программистами. Я хотел пойти на питониста. Я к тому времени питон, да, выучил. От PHP-то уже отказываются, начали отказываться люди потихоньку. Вот. Но, к сожалению, так сложилось, что на тот проект, на который я устраивался, питонист в конечном счете не понадобился. Вот. Я сидел какое-то время без работы, и мне сказали, ну, вот есть там PHP-то у нас в вакансии. Типа, будешь? Ты такой, ну, окей, ну, буду. И это было мое последнее место работы, которое не было связано с геймдевом. Потом я. Слушай, а вот из видеорегистратора-то как бы чего-то ушел, если так, в принципе, тебе C++ нравилось, и было интересно. Ну, можно сказать, по разным причинам. Понятно. То, что это была такая маленькая контор, которая без особых перспектив, перспектив, подожди, я выговорю это слово перспектив, вот так вот. Ага. И зарплата была небольшая, поэтому, собственно, и ушел. Ну, ясно, ясно. Ну, хорошо, вот тут мы подходим к тому, что... Да, теперь самое интересное, что начинается. Да. Скопив немного денег в этой конторе, я взял оттуда, ушел, и стал фрилансером. Это тоже было довольно модно на тот момент, и неизведанно, было страшно, но у меня это получилось. И начал я фрилансить по разработке мобильных приложений и мобильных игр с помощью короны. Она называлась Корон SDK. Ну да, Корон SDK, помню. Ты помни, даже доклад делал когда-то, еще как раз вот где-то... Сколько-то лет назад. Ну, как я начала делать доклады, это тоже отдельная история. Это мы еще обсудим обязательно тоже. Вот. Значит, да, вот когда я в той конторе работал, я все же хотел... У меня все время было это желание делать игры, просто у меня это никогда не получалось. А тут я такой смотрю, вышла какая-то корона на каком-то луа. Я посмотрел этот луа. За день у меня получилось что-то написать на этом луа. За неделю я довольно хорошо в нем разобрался и в короне, как там все устроено. И стал просто делать игры. Это было очень здорово, когда ты осознаешь, что у тебя уже такой багаж знаний накопился, который тебе уже позволяет делать те вещи, которые ты не умел до этого. Вот это был такой переломный момент. Я тогда начал делать Tower Defense. Мне очень нравились Tower Defense. И была одна игра на флэше, которая мне очень понравилась, в которой я постоянно залипал. И мне захотелось узнать, как она работает. Слава богу, флэш очень незащищенный. Ну да, довольно-таки легко декомпилиться. Да, я его задекомпилировал и посмотрел, как там все устроено. Вот эти вот спрайтики, вот эти вот, как там есть построена карта. Она была построена там на вейпоинтах. Это когда враги доходят до какого-то определенного тайла на карте. На этом тайле написано там стрелка направо или налево, и они, соответственно, поворачивают по ней куда обратно. То есть очень простой был геймплей. Вот, и я воодушевившись увиденным начал делать свой Tower Defense. Делать мы его начали с братом. Брат у меня к этому временем неплохо стал разбираться в 3D-моделировании и двухмерной графике, там, фотошоп и все остальное. И он делал персонажей трехмерных, потом мы их рендерили в 2D-спрайты. И я все это запихивал в корону. И это все очень довольно красиво выглядело. Потом я поехал с этой игрой на DevGam. И на DevGam я ее показывал разным этим издателям. Есть там такое мероприятие, как называется Pitch and Match, когда ты предлагаешь свою игру многим издателям, и они смотрят, типа, берут, возьмут ее, не возьмут на реализацию к себе. И к тому времени бум на Tower Defense упал, и у меня еще все говорили то, что тематика Science Fiction, то есть там у меня было, типа, про такое, да, научно-популярное что-то. Говорят, это все не заходит на мобилках, и поэтому никто не захотел заниматься этой игрой. Вот, поэтому, к сожалению, мы ее оставили. Никто ее не взял, в общем, да? Да, мы ее не ставили, мы ее отложили, не стали ей заниматься, но зато на ней я очень многому научился, и дальше уже начал пилить другие вещи. Ну, и в основном я начал фрилансировать, потому что к тому моменту денег уже не особо осталось в предыдущей работе. Вот, и так я начал делать всякие не очень интересные игры, но зато за которые получал неплохие деньги. Ну, опять-таки, способ и свои знания немножко порасширить, и оплата, и все же это, как ни крути, но все же это гейм-дев, да, то есть это та сфера, которая, так сказать, интересная, если она, мне кажется, можно было подчеркнуть что-то новое в процессе даже создания неинтересных каких-то там игр. Плюс еще влился как раз-таки в сообщество разработчиков игр, и в сообщество там Короны, Луа разработчиков, и это тоже все было очень-очень весело, и мне очень нравится общаться с людьми. То есть там по Короне я нашел канал на IRC, на Фриноде, и где мы-то начали постоянно зависать с разработчиками на Короне, и постоянно о чем-то разговаривали, делились опытом, очень классный экспириенс. Если вы чем-то увлекаетесь, очень советую присоединяться к комьюнити. Сейчас у нас Телеграм есть, в котором, наверное, по каждой отрасли есть отдельный канал, как раньше был по IRC, ну и у многих тоже сообществ есть свои Slack-каналы, в которых тоже удобно общаться. Ну да, да, каналов, хотя, к слову сказать, IRC тоже еще в общем-то в некоторых там open source каких-то даже проектов вполне себе популярен до сих пор. Я так даже несколько... Меня это несколько удивляет, но тем не менее есть и такое. Да, да, IRC все еще живет. Да, слушай, ну вот, смотри, да, ты там сколько уже, я так не знаю, лет последних занимаешься разработкой игр, расскажи, ну, может быть, я не знаю. Вот все же, я так понимаю, что сейчас там, если там про какие-то такие инди, там вот разработки, игры, это все же имеется в виду ориентированное на мобильные, на мобильные платформы, правильно? Ну, как, то есть, навряд ли это для десктопа что-то, то есть в меньшей степени делается. Вот как бы сейчас, где сейчас фокус, как бы, и почему там, ну, вот ты там, в частности, там, для чего делаешь тоже. Может, я такое слышал для мобильных, но мы как-то не обсудили, какие были альтернативы. А все было очень просто, потому что корона SDK на тот момент была только лишь для мобилок, и поэтому я работал только на мобильные платформы. На мобильные платформы, да. Вот, это уже потом со временем они добавили возможность работы на десктопах. Вот, и сейчас они возобновляют версию по HTML, то есть, чтобы в браузере можно было тоже играть. У них сейчас идет разработка этого направления. Вот, много времени, я помню, сил они потратили на порт для Windows Phone. Очень, конечно, жаль, что столько сил было потрачено. Windows Phone, да, да, Windows Phone, это всех, в общем, подставил в каком-то смысле. Вот, и сейчас игрушка, которую я делаю, я... Она... Это тоже пазл, но уже в 3D, то есть, корона у нас была 2D, и я на ней сделал две игры, которые тоже у меня сейчас в сторе есть. Это Laser Puzzle и 2048 Hex. Laser Puzzle про лазеры, которые нужно отклонять с помощью расставленных на карте зеркал. Ага. Да, и подсвечивать определенные клетки определенным цветом. При этом лазеров может быть 3, красный, синий, зеленый, и они смешиваются, и клетки, соответственно, тоже разных цветов. Там желтые, фиолетовые, белые, и нужно в правильных сочетаниях смешать все лучи лазера в определенных клетках. То есть, такой лабиринт для лазеров, который многомерный, что ли сказать. Надо несколько лучей использовать, чтобы выстроить правильную последовательность. Очень сложная игрушка. Мало людей, которые ее полностью прошли, но, как ни удивительно, единственный человек, который я знаю, который ее всю прошел, это мой брат. Вот как. Слушай, а много там, много там уровней, ты каждый уровень прям отдельно, да, конструировал? Да, уровней там много. Точно не помню уже сколько, но точно больше 100. Кажется, 160, наверное. Около того. Плюс еще есть режим рандомных, но он не очень тяжелый, уровней. То есть, просто нажимаешь на кнопочку, и он генерируется новый. Слушай, ну расскажи, ради интереса, да, знаешь, сейчас про другие тоже поговорим, но вот на примере вот этой игрушки, как вот появилась идея, и как вообще-то, сколько ты времени на нее потратил, как ты ее там... У меня вообще идет очень весело, я все свои игры делаю на геймджамах. Вот лазер пазл, это была первая, которую я сделал, и это был геймджам, который устраивала сама корона, тоже надо было там за два или три дня сделать, по-моему, или за день надо было сделать игру. Да, по-моему, за день надо было сделать игру. Что-то вроде такого. Ну, почти как Ludum Dare. Вот. И я очень быстренько накатал этот прототип, отправил его на конкурсе, там он что-то тоже занял, и дальше уже в течение месяца я ее допиливал, и допилил уже до того момента, чтобы его можно было выкатить в различные сторы. Вот. Как идея появилась, блин, я не помню, там какая-то тема была, конкурса, но основная моя идея на геймджамах, это какие игры увлекательные, и при этом не сильно затратные по изготовлению, по количеству времени, на которое ты тратишь. Это пазлы, головоломки различные. Вот. Поэтому я от этого ориентировался. Ага. Понятно. Но что-то такое же похоже, в принципе, есть, где там лазеры, я только не помню, как она называется, которая там еще, там, старая-старая игрушка, что-то такое было. Было. Это не собака, но это что-то другое, наверное, что-то. На момент написания там была одна игра, популярная, называется Lasers, через О. Вот. И там нужно их было отклонять, лазеры, и там был только один луч с помощью блоков зеркальных. То есть, ставишь блок, это целое зеркало, и вот от одной его грани лазеры и отражаются. Вот. Там был другой концепт. Но после того, как я выпустил Laser Puzzle, не знаю, повлевел ли я на игровую, как так скажем, индустрию, комьюнити, да, индустрию, но после моей Laser Puzzle уже появились такие игры, которые уже были более похожи на мою. Я взял, слушай, ну вообще, интересно, интересно, знаешь, писать игрушки там за пару дней, условно говоря, на всяких таких вот геймджемах и прочих мероприятиях, где, соответственно, собирается народ. Ну, просто скажем, да, там для слушателей, для тех, кто вдруг как бы не слышал никогда, что это, это всякие, ну, есть там конференции разработчиков игр разные, есть вот геймджемы, джемы это когда просто как бы, как сейчас говорится, хакатоны, да, наверное, для программистов это ближе всего, когда народ собирается там где-то, и значит, надо там по-быстримому что-нибудь наваять, все там дружно пилят что-то свое, потом показывают, обсуждают, какие-то конкурсы, там призы и все такое. Как-то так, наверное, да, если я правильно, поправь меня, если я где-то ошибся. Да, примерно все так. Хакатоны, конечно, больше ориентированы на какую-то технологию. Ну да, я говорю, для программистов вот именно, так сказать. Да-да-да, а геймджемы это уже конкретно такое мероприятие, там может быть совершенно разные временные интервалы от игры за 4 часа написать геймджем, есть такой, до там года, например, или месяца. Ого. Очень длинные есть, бывают геймджемы. Есть, мне нравится, очень геймджем, называется «Дозакончи ты уже эту игру», когда ты берешь свою незавершенную игру и ее допиливаешь на геймджеме. Хорошо. Ладно, давай расскажи еще про другие свои игрушки тоже, вот что это там, как писалось, чего было. Да, потом там был еще один геймджем, я пошел по своей проторенной дорожке написать пазл, и в то время был, а, это было, да, еще интереснее, в то время еще не было популярно 2048, но уже появилось 1024, то есть изначально игра, да, изначально была игра тройки на iOS, Freeze называлась, потом вышла 1024 на Android, где была уже тематика с обычными цифрами, которые надо было складывать 24, 8 и так далее, а в тройках там были тройки, вот, и после 1024 человек написал HTML-ную версию 2048, и вот с этого все и понеслось, весь бум этих игр, вот, и я тогда ориентировался на 1024, но 2048 там уже тоже начали появляться, то есть был в начале становления этого движения, и моя была, по-моему, первая игра на хексагональном поле, и причем она мне довольно нравится, как она играется, там другие правила, чем в обычной 1048, вот, и очень миленько получилось, она у меня до сих пор активна в сторах, люди ее тоже скачивают, играют, знакомые мои тоже в нее играют, отличие от 2048, расскажи в двух словах, что 2048 там просто, да, складываешь право-влево, можешь двигать, соответственно, да, все. Да, в основном отличие это поле, то, что оно шестигональное, и у тебя эти фишечки, соответственно, в шесть сторон могут передвигаться, вот, и целью является дойти до тайла 4096, сделать их два и схлопнуть их, когда ты их схлапываешь, у тебя появляется звездочка, вот, и каждое схлапывание тебе любых тайлов дает очки, вот, и у меня просто цель игры набрать больше всего очков, понятно, такие правила, то есть, у нее можно играть бесконечно, я, на самом деле, не рассчитывал на такое, я просто ошалел, когда узнал, какие очки набивают пользователи в моей игре, когда я зашел в этот, в таблицу рекордов, там, когда делаешь таблицу рекордов на Google Play, там можно поставить ограничения по максимальному количеству очков, которые можно в таблицу записать, вот, и я сдуру там поставил ограничения что-то вроде 100 тысяч, вот, когда ты одну игру сыграешь, у тебя до, да, до одной звездочки доходишь, у тебя появляется там, по-моему, тысяч 30-20 очков, вот, я подумал, ну, люди там раза 3-2 сыграют, максимум 4 сыграют, и все, дальше тоже будет невозможно, вот, и дальше мне посыпались жалобы на то, что не сохраняются очки в таблице, такой, как так, потом посмотрел, ладно, разблокировал я этот, убрал я этот лимит, и там посыпались там 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч, миллион, да, я такой, сколько же это надо играть, чтобы это все набить, мне кажется, действительно, люди, может быть, не знаю, в больнице лежат, знаешь, когда двигаться нельзя, и у тебя единственное, что есть телефон и одна рука, остальное все у тебя там в гипсе, и ты единственное, что ты можешь делать. Да, и на несколько месяцев, вот, и вот надо как-то себя развлекать. И ты развлекаешься, играя в эту игру, как-то так, мне кажется, это происходит. Ужас, да, я тоже, мне сложно вот это понять, такие часы, ладно, а на чем, расскажи, на чем она тоже у тебя, ты ее тоже на короне делал, или на чем это? Да, это на короне сделано, две игрушки, вот, потом, началась такая движуха, как называется, нативное расширение для короны, то есть, они же постоянно допиливают, улучшают корону, и тут они добавили возможность разработчикам пилить собственные плагины для короны, чтобы можно было нативное расширять, нативными свойствами какими-то свои приложения, вот, и все люди, все разработчики там просили сканер QR-кодов, чтобы добавить поддержку, его не было стандартным, вот, я сразу же смехнул, что это будет самое популярное расширение для короны, надо его скорее-скорее писать, вот, я его сел, написал, потом еще написал несколько расширений, у меня там то ли 9, то ли 10 сейчас в магазине короновском, и для этого пришлось выучить Java и Objective-C, но я не жалею, и у меня то есть ушел уже немножко фокус не с игр, а вот с поддержку игровых движков, начал писать для них расширение. Инструменты для разработчиков игр, скажем так, да, такие инструментарии, вот, и на основе этого я смотрю то, что у людей, у короны довольно немного в штате, то есть там Core Team было примерно человек 10-12, вот, и я такой говорю, а давайте я к вам устроюсь и буду вам делать всякие плагины, вот, а вы мне за это платите, например, и они такие, а давай, и я начал работать в короне удаленно из Екатеринбурга, а у них офис в Сан-Франциско, и я работал, ну, что называется, по ночам, чтобы укладываться как-то с ними во временные рамки надо было как-то, ну, требовалась, да, какая-то коммуникация, обсуждение, что-то. Да, естественно, были постоянные коммуникации, постоянные созвоны, вот, и я начал делать расширение, и основное, что я там сделал из расширения, это была поддержка Google Play Game Services на полном уровне, так сказать. Кстати, тоже забавная ситуация, вот я сделал расширение Google Play Game Services для Android, в первую очередь, потому что там это основное, вот, там какой-то глобальный просто API я заимплементировал для короны, куча документации на меня, потом тоже ругались, говорили, нельзя столько писать, это же нам всю неделю там проверять на ошибки на твоего английского и всего остального, это же невозможно, вот, и потом я сел пилить версию для iOS, и прелесть, когда ты делаешь вот такие плагины для кроссфотворенных решений, для iOS, для Android, ты с помощью плагина для Lua можешь нивелировать различия платформы, то есть, если там на одной платформе называется как так, а на Android так, ты можешь в Lua закрепить уже непосредственно одно значение, одно поведение, и оно будет очень удобно. Пользователям имеется в виду разработчикам, им как раз таки это и нужно, чтобы они не парились, они там, слава говоря, вполне себе стабильные API, а он там под капотом разворачивался в случае Android в одну штуку, в случае iOS в другой набор каких-то вызовов, методов, чего угодно. Да, именно. Ожидаемо. И для iOS с Google Play Game Services так не получилось, потому что Google какашки, которые посмотрели и сказали, а что-то у нас плохо Google Play Game Services на iOS заходит, а давайте-ка мы не будем его обновлять сначала год-полтора, а потом вовсе скажем, что оно деприкейтед и не пользуйтесь этой фигнёй, а я тут для них мучился, писал этот плагин и как-то пытался сделать, чтобы оно работало. Обидно, обидно, конечно. Да, и в итоге осталось только Android-версия, соответственно. Ну, понятно. Вот. После этого дела я год я проработал в Короне, контракт был на год, вот, после этого я опять продолжил фрилансить, делать какие-то свои игрушки, и так я к этому моменту немножко подустал от 2D-разработки, и мне уже чувствовалось, что хочется заняться 3D, и тут вышел на сцену дефолт, то есть King такие сказали, а вот у нас есть движок прикольный, тоже Lua, тоже 2D, но это нагло врут, он совсем не 2D, он вполне себе 3D-движок, я такой на него посмотрел и подумал, блин, а прикольный движок, надо бы тоже познакомиться с ним поближе, и я начал его изучать, и для 3D он оказался довольно неплохим, он очень спартанский, то есть нельзя на него переходить, если вы знакомы, наверное, с Unity, потому что в Unity там раз-два ты сделал уже Battle Royale, Survival Horror, Forest, и все остальное, там есть такая кнопочка в редакторе, то для дефолта ничего такого нет, там надо немножко писать все самому, но это тоже интересно, то есть как бы и челлендж, и интересно, но хоть и времени отнимает, но я доволен результатом, потому что в отличие от Unity, у дефолта получается билд намного-намного меньше, и в принципе требования к железу у дефолта тоже меньше, чем у Unity, вот, это мне очень нравится в нем. слушай, мы так уже смотрели, уже там и про корону немножко в технические детали давались, там уже упоминали, давай немножко вот так, знаешь, сделаем шаг назад, расскажи, в принципе, вот как устроены в целом там фреймворки а-ля корона, а-ля дефолт, я так понимаю, в общем и целом концепция у них примерно одна, да, то есть это вот там язык Lua, ну какой-то скриптовой язык, дальше за который они в сам движок прячут всю вот эту вот, так сказать, низкоуровневые API для там отрисовки, для обработки ввода, вывода, да, вот это все, вот как это, в принципе, они устроены, ну вот так расскажи. почти, есть у нас движок называется Love2D, тоже популярный, вот, он тоже на Lua, но там рендеринг происходит совершенно по-другому, в Love2D ты, у тебя весь экран это твой канвас и ты в него рисуешь спрайты, как, не знаю, как бы ты очень, как бы ты рисовал, наверное, во времена DOS, может быть, такое сравнение, вот, а с короной и дефолтой там уже другой механизм, там уже полноценное 3D, ну в том плане, то, что используется OpenGL, вот только корона это полностью прячет под маску 2D, а дефолт только из частичного прячет под 2D маску, вот, на короне у тебя уже есть полноценные объекты в OpenGL окружении, которые ты из Lua можешь модифицировать, то есть, движок у них написан на C++ и OpenGL, что у дефолта, что и у короны, и через Lua они тебе дают эти возможности манипулирования этим всем environment, этим всем 3D-миром и перемещать на нем какие-то объекты, создавать новые, и вот это вот все. Примерно так, да, сейчас это устроено. Хорошо, ну это, соответственно, вывод, а еще, соответственно, вот тоже, так сказать, фреймворки берут на себя, да, я так понимаю, то есть там всякие, вот в случае мобильных, там, тачи, там, тапы, я уж не знаю, там, какие-то жесты и прочее, вот это все. Да, тебе предоставляют прямой, можно сказать, доступ к тачу, то есть тебе дают номер пальца, координаты на экране, или там координаты мышки, и то, что вот в этот фрейм она здесь, в другой фрейм она там, и дальше тоже делай все, что хочешь с этими координатами. Вот, в случае короны там еще предоставляется встроенный механизм пикинга, object picking, когда у тебя нажатие мышки на экране сразу же определяет, какой объект был нажат. Ну, под дефолт, условно говоря, как бы, да, кто, кто был. Да, кто был нажат, какой объект. Вот, так как корона 2D это сделать легко, у тебя есть ректангл, квадратная область, небольшие математические вычисления, и ты знаешь, какой объект у тебя наверху, какой получает это событие нажатия клавиши или пальца. У дефолта такого нет. Так как дефолт все-таки 3D, то, соответственно, просто написать и встроить в движок процедуру выбора того объекта, какой был нажат, невозможно, потому что это все очень сильно зависит от игры, зависит от камеры, от перспективы и всего остального. Поэтому условия в дефолте более спартанские в этом. То есть, в этом случае тебе приходится самому, зная из того, как работает твоя игра, то есть, что сейчас происходит на экране, примерно из координат нажатия, понимать, что же это имелось в виду и куда это прокинуть, условно говоря, вот так, вычислить. Вычислить в дефолте нужно гораздо больше, чем в короне. И что я сделал, когда делал свою первую 3D прототип, я брал код выделения объектов мышкой на C++ и переводил его в код на Луа. И у меня так появился выбор объектов в моей игре. Да, это на самом деле очень веселый процесс портирования кода на Луа, потому что ты берешь код на C++, на Java, на чем угодно, копируешь его в редактор, делаешь замену, убираешь все двоеточия, убираешь какие-то специальные операции, типа там плюс-равно, которых в Луа нет, убираешь все типы нафиг, абсолютно все, структуры там заменяешь на таблицы, это вот другой тип луашный, меняешь фигурные скобочки на begin-end, и большинство скобочек тоже удаляешь, и у тебя получается рабочий Луа-код, это очень весело. Ну да, слушай, это довольно-таки весело, согласен, забавно. Конечно, не все так просто, но в целом, да. Слушай, а расскажи, я так понимаю, что у них там Луа какой-нибудь встроен прям Луа, Луа-джитный, или это не столь важно, есть ли возможность у тебя доступа из Луа в что-то нативное, ты там упоминал для короны, у них появился на уровне фреймворка плагины, которые ты там начинал писать, то есть они просто в какой-то момент решили добавить возможность расширения, но не изнутри, а вот именно извне, скажем так, из самого фреймворка. Вот. Если, одна вещь такая про Луа-программистов, если хочешь расстроить Луа-программистов, просто скажи Луа-джит, потому что это такая боль, и этому посвящен не один доклад на Луа-конференциях, в общем, проблема такова, то, что Луа-джит написал, это just-in-time компайлер для слушателей, ну да, который очень сильно ускоряет код на Луа и делает его по производительности примерно как нативный компилируемый код на CC++, например, и этот компилятор был написан одним гениальным человеком, который не то чтобы сильно выходит на связь и поддерживает свое детище, и из-за этого оно застряло на версии Луа 5.1, а сейчас Луа 5.4, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Вот, и из-за этого очень большие проблемы возникают, и большинство фреймворков игровых, которые с Луа связаны, они все-таки хотят использовать Луа Джит для увеличения производительности, но не могут использовать свежую версию Луа, так как Луа Джит только лишь 5.1, и вдобавок к этому Apple на iOS запрещает использовать Луа Джит в качестве компилятора, она разрешает его использовать только в качестве интерпретатора, это быстрее, чем нативный обычный Луа, но все равно это не компилируемый, но на самом деле это небольшая проблема, так как если у вас столько вычислений на Луа, что они тормозят выполнение программы, то скорее всего Луа тут конечно как бы сказать не то, чтобы к месту, не про это дело, то есть надо что-то другое с этим делать безобразием, если так сильно игра тормозится, вот сейчас представленный механизм написания расширений, можно, то есть код портировать на C, на C++, если что-то тормозит в игре, и так с этим бороться, вот, а вообще Луа, конечно, практически никак не влияет на время выполнения программы, потому что основное время это все-таки работа с видео подсистемой, вывод графики, работа с текстурами, и время выполнения шейдеров на графических ядрах, это основное. Слушай, а как ты думаешь, мы уже там вспоминали даже целых три фреймворка таких игровых, и все они, у них интерфейс для разработчиков это Луа, вот как ты думаешь, почему был выбран он, чем он так популярен в игровой индустрии, например, почему, в смысле, какие-то, может быть, альтернативы, или почему, что еще, какие есть варианты, да, есть ответ у меня на этот вопрос, так как Луа зародился в Бразилии для нужд маленькой нефтяной компании, насколько я помню, и он прежде всего писался для не то чтобы программистов, а инженеров, поэтому очень просто в написании и скриптинге игровых каких-то сцен и событий, то есть можно взять не программиста, показать ему Луа, и сказать, а вот теперь давай пиши нам уровни там или какую-то логику поведения для какой-то конкретной игры, и он с этим, в принципе, справится, то есть изучать Луа легко, это одна из причин, почему он стал популярным. Вторая причина, это Grim Fandango, есть такая игра, ну да, мне кажется, довольно известная. Да, очень классная, про приключения скелета Мэнни, который ходит по загробному миру и приглашает в загробный мир новоприбывших, и берет с них деньги за путешествие на ту сторону, так скажем. Игра прикольная, она от LucasArts, и примечательно то, что это первая игра, которая использовала Луа в себе. Это компания LucasArts, и у них был для этого, для скриптинга свой собственный язык, не помню, как он называется, но он был не то чтобы сильно удобный. И когда один из программистов в LucasArts увидел Луа, он подумал, блин, это, наверное, же можно использовать в нашей игре, он попробовал, всем понравилось, и с тех пор Луа начали встраивать в разные игры. Это стало своим родом таким веянием не то чтобы моды, но очень полезным и правильным действием. Сейчас у нас уже есть другие альтернативы, вроде Python, JavaScript, которые можно встраивать в игры, но Луа был первым, и до сих пор остается хорошим выбором, потому что у Луа наиболее быстрый рантайм, он быстрее всего из интерпретируемых исполняется, а если добавить Луа JIT, то точно быстрее всех исполняется, и он занимает его рантайм гораздо меньше места, на мобильных это очень важно, размер билда, поэтому тоже Луа очень хорошо использовать, и у Луа наиболее простая, наиболее простой механизм подключения его к CX, плюс плюс, этим тоже он сильно выигрывает от других решений для скриптинга. Ну да, согласен, хорошие. И сейчас уже тоже опять же появилось множество билетек готового написанного кода на Луа, и тоже можно сказать, если вы пишете новый движок, вы берете Луа, и у вас уже весь инструментарий уже тоже готов. Ну и сейчас да, тут наверное знаешь, очень удачное стечение и времени, когда еще не было достаточно много каких-то альтернатив достойных, вот, и он так вышел на сцену благодаря там, не знаю, что там случаю, воле и судьбы или как, вот, а дальше ну действительно как бы он вполне себе достоин, а плюс, поскольку появилось уже очень много там, не знаю, библиотек, расширений, фреймворков, каких-то там плюшек, которые, ну просто они уже целую экосистему условно говоря, да, которую просто ну глупо отбрасывать, да, чтобы брать что-то другое, пусть даже может быть там более интересное в каком-то смысле, но как бы трудозатраты и остальное, они говорят, что так делать не надо, в общем-то уже, да, мне кажется, это тоже один из таких моментов. Слушай, расскажи еще вот интересно, смотри, вот фреймворки, ну в контексте фреймворков, про вот мультиплатформенность, да, потому что ведь идея тут как бы, ну все очень красиво, когда ты там пишешь игру там один раз, там один код, а он дальше у тебя там и на андроиде, на айфонах, значит, везде там работает, вот это то там, чем все эти там, если ты зайдешь, не знаю, на какой-нибудь сайт там короны или там, не знаю, дефолты, там прям все, там кросс-платформ, все дела, вот интересно, вот идея, ну, насколько близки вот эти рекламные такие высказывания к реальности, то есть, насколько действительно прямо вот код пишешь один раз, либо все же тоже, как и всегда, как и везде, есть какие-то особенности, их надо где-то учитывать, то есть, вот допустим, ты когда делаешь игрушку, которая там мультиплатформенная, это действительно прямо вот один код, либо это все же в нем есть какие-то куски, которые там разные для тут, специфичны для платформ, скажем так. На 99% это правда, действительно, большая часть кода, которую ты пишешь, она работает и там, и там одинаково. Есть у нас, конечно, различия по вызову каких-то системных вызовов, по работе с файловой системой и прочими уже тонкостями каждой платформы, но большинство игры, весь сам геймплей, вся отрисовка игры, она одинаковая на всех платформах, и это очень-очень здорово, это действительно облегчает жизнь в разы просто. Неожиданно, слушай, я думал, все хуже уже, так уже думаю, ожидал более пессимистичного ответа, нет, это радует на самом деле, это классно. Да, это очень классно. Есть, конечно, там, ну, нюансы, например, на андроидах есть вот этот navigation bar, и у тебя окошечко немножко ресайзится при запуске, то есть это надо учитывать. На iOS надо учитывать вот этот подбородок. Там еще есть разные гайдлайны самих Apple, то, что интерфейс должен быть вот таким, в нем должно быть что-то выполнено вот так, вот, пожалуйста, придерживайтесь его. Вот для игр они, конечно, делают большие поблажки, но в целом тоже нужно учитывать какие-то отличия уже непосредственно платформ. Но это уже действительно не проблема движка, а это уже действительно различия платформ, с которыми просто нужно мириться, и в этом ничего плохого нет. Понятно. Другая проблема возникает, когда у тебя кроссплатформный код, это вот самое большое отличие и самый большой минус в потребности в каких-то специфичных системных вызовах, то есть, если ты пишешь игру на андроиде, и тебе там нужно что-то специфичное вызвать, например, я не знаю, какую-нибудь камеру как-нибудь запустить по-особому, или там воспользоваться еще какой-то системной фичи, которая есть на андроиде. и если разработчики движка не сделали, не подключили эту функцию к движку, то ты просто не можешь воспользоваться, если ты сам не напишешь для этого расширения. Ну, я так понимаю, что для всяких наиболее популярных востребованных фич, типа, не знаю, доступ к камере, не знаю, сохранить куда-то в дефолтное какое-то место, не знаю, у них есть уже готовые враперы, то есть это абстрагировано на уровне именно самого движка. Да, большинство есть, но все еще есть проблемы, потому что все сделать, все написать враперы для всего просто, наверное, невозможно. Слишком их много и постоянно они меняются, постоянно добавляются новые. В короне в этом плане чуть-чуть получше с одной стороны, потому что там уже гораздо больше готовых написано враперов для системных вызовов, а в дефолте с другой стороны положительный аспект, то что там в принципе писать расширение проще. У тебя эти расширения, когда ты пишешь их, они компилируются в дефолте на их сервере полностью, то есть тебе не нужно ставить там Android Studio, не нужно ставить там Xcode, если ты делаешь что-то простенькое и тебе не нужно что-то там сильно замороченное сделать, если там несколько, буквально пару строчек кода, то их можно сделать прямо вот в редакторе дефолта, и оно все скомпилируется, и у тебя расширится движок под нужные тебе элементы. Вот, в короне это немножко сложнее, тебе действительно нужно уже будет собрать библиотеку, правильно ее запаковать, правильно ее загрузить на свой сервер, и после этого только она начнет работать как нужно. Понятно. Слушай, а расскажи, вот в принципе, вот интересно просто, как в целом устроена там игра вот на основе какого-нибудь движка, корон, либо дефолта, то есть вот как это устроено и с точки зрения организации кода, и вообще как вот подход, то есть ты там какой-то, как все это собирается. Ну, давай начнем даже издалека, вот у тебя появилась идея, да, хочу написать, хорошо, взял ты там постоял, скачал дефолтовский значит SDK, или там корон SDK, у них там даже свои редакторы какие-то есть, там плюшки, вот собственно, что дальше происходит, как, что пишется, то есть я так понимаю, это все равно как с отрисовкой взаимодействовать, это ты там по каждой кадру словно говоря, у тебя там есть тик, ты там говоришь, ребята, здесь отрисую то, здесь все, там система событий, вот, начнем издалека, то у меня вопросов много, интересно прообсудить, знаешь, вот весь как бы путь, да, вот там скачал SDK, да, запустил первый раз, начал что-то писать, ну, там абстрагируясь от идеи, там просто как бы, как что есть, как что, потом, как потом все это там пакуется и в конечном итоге там запускается, публикуется и так далее, вот все стадии интересно пройти. написание кода начинается с просмотра туториалов, документации и примеров, вот, когда я это уже посмотрел, уже становится, конечно, более понятно, что здесь происходит, в короне дефолт, корон и дефолт отличаются немножко тем, что в короне главенствует код, а в дефолте главенствует редактор, то есть у короны нет визуального редактора, там только лишь ты запускаешь ее, устанавливаешь, у тебя появляется окошко, которое тебе говорит, а вот я могу запустить твой код, а код ты уже должен написать где-то. То есть это некая среда, в которой они могут запустить твой код, ну и он тоже там имеет доступ ко всем их API и все такое. Да, да, вот этот код где-то написал для короны, мне сейчас нравится использовать Atom, редактор для этого дела, вот, там есть для Atom расширения, которые помогают с синтаксисом луашным и делают даже статический анализ кода небольшой, который помогает с некоторыми проблемами, вот, и потом корона берет эти файлики, начинает запускать и у тебя на десктопе, на твоем, где ты разрабатываешь, игра запускается в таком маленьком окошке, которое по самому виду напоминает там iOS или... Ну, эмулятор или такого телефона, ага. Да, вроде такого. Вот, у дефолта по-другому, ты запускаешь редактор и у тебя открывается красивое окошечко, открывается поле, как в Unity, где ты можешь добавлять какие-то свои объекты, картиночки, раскладывать их по экранчику, вот, и потом уже можешь эти объекты как-то ими управлять из кода, который тоже пишешь внутри дефолтовского редактора. Слушай, вот это вот мне так даже со стороны, хотя я там никогда не писал игрушки, да, кажется, подход, ну, такой, вполне понятный. У тебя есть какие-то там наборы ресурсов, не знаю, там спрайтов, картинок, звуков, да, там каких-то модулей, дальше ты с ними просто из кода начинаешь работать и пользуясь каким-то API, так, привычный подход, кажется. Да, но есть приверженцы и того, и другого. Некоторым хочется больше визуальности, больше, да, плюшек в редакторе, чтобы можно было что-то там подкрутить, подправить, и оно сразу же отображалось в игре без изменения кода. Другим людям больше же хочется больше контроля непосредственно из самого кода, чтобы можно было оттуда все делать как именно тебе нужно. Вот в случае короны ты просто берешь все свои ассеты, складываешь их по папочкам твоего проекта, вот, и уже из кода говоришь там загрузить картинку по пути такому-то, например, подпапка там images, картинка button.png, и у тебя она появляется на экранчике. И это у тебя появляется луашная переменная, которая представляет собой вот этот объект картиночки. И дальше ты можешь ей манипулировать, ты можешь сказать там button.x и изменить координату там по x, изменить координату по y, положение, масштабы, какие-то эффекты применить, вот, и много всего очень. И таким образом выстраиваешь свой интерфейс и геймплей. У дефолта, наверное, больше предрасположенность к написанию кода по тикам, когда у тебя каждый тик что-то выполняет, какое-то действие. В короне это менее выражено, там больше все заведено на input от игрока, то есть какие-то движения мышки, нажатия на объекте, еще чего-нибудь, вот, и ты уже непосредственно отдаешь команды там направить импульс туда, открыть другую картинку, сделать, выполнить такую-то анимацию, вот, он более такой реактивный код, можно сказать. В дефолте он более, старообрядный, когда у тебя контролируешь каждый кадр, там больше таких. То есть дефолт сам по себе, он очень интересный у него отличие от короны, он с одной стороны и более низкоуровневый, так как нужно больше вещей делать в коде для того же, что можно сделать в короне, но при этом он предоставляет тебе визуальный редактор, и то, что надо делать в короне из кода, ты можешь просто накидать мышкой в редакторе. Интересно, интересно, да. Такая дуальность весьма поразительная. Согласен, да, необычное сочетание. Хорошо, ну вот, продолжай. Соответственно, когда ты все это уже накидал, код как-то обрисовал, нажимаешь волшебную кнопочку «Собрать проект», и он запускается либо сразу на десктопе у тебя, если это для винды Mac, как ты делаешь, либо ты делаешь АПК-шку или ап для мобильных платформ, и на них уже запускаешь, вот, и дальше уже играешь на устройство, это, конечно, уже, когда первый раз это делаешь, это всегда такой «Вау, ааа, наконец-то я сделал что-то, что работает у меня там на телефоне, смотри, прикольно, я поворачиваю, у меня, и от наклона зависит там, как эти кубики-шарики падают или еще что-нибудь. Ну да, слушай, ну, соответственно, чтобы это залить на устройство, понятное дело, в случае с Apple у тебя надо быть, чтобы был там девелопер-аккаунт, соответственно, чтобы ты там устройство в режиме дебага, да, там с Android, ну, примерно похожая, так сказать, эпопея. Да. Слушай, расскажи вот про отладку всего этого дела, то есть, как бы, насколько легко и там, наоборот, сложно отлаживать, вот, потому что фреймворк, как бы, он, конечно, для тебя там скрывает многое вещи, да, но вот, как отлаживать там на конечном устройстве, либо только на эмуляторах можно отлаживать какие-то проблемы? Отлаживать, да, непросто, потому что нет полноценных дебаггеров, у дефолта, в принципе, его нет, у короны он есть, но мне неудобно им пользоваться, и поэтому я дебажу только лишь принтами и читаю ошибки, которые возникают там, или краши. В общем, старый добрый способ, никуда не уходил. Краши случаются очень редко, потому что все-таки виртуальная машина луашная, и если какие-то ошибки в ней возникают, то у тебя возникает рантайм-эррор, который луа тебе показывает, там, например, если ты пытаешься вызвать объект, что-то с ним сделать, который, на самом деле, уже давно ушел из памяти, у тебя не упадет приложение, как в случае с C++ сегментation-фолд, у тебя просто оно скажет, типа, нет такого объекта рантайм-энер, и приложение продолжит, игра твое продолжит работать. Если у тебя ничего не было важного записано в этом участке функции, где произошла ошибка, то пользователь может даже не заметить этой ошибки. Вот здесь тоже такой нюанс положительный кода на луа, то, что он гораздо более устойчив к ошибкам возникающим, но и вылавливать их тоже тяжелее. Плюс это все-таки не компилируемый язык, не какие-то ошибки, которые можно было бы при компиляции в том же C++ выявить, но так не выявить. Поэтому надо быть более все-таки внимательным при написании луашного кода. Слушай, а есть ли вот какие-то там инструменты, которые тебе помогают? Ну, мы там все знаем луа-чекс, да, в общем, один из вариантов такого, хоть какого-то ну, не статистического, не статического, но тем не менее именно анализа исхода кода. Это статический анализатор, просто он не такой мощный, как другие, например, для C++. Ну да, да. Есть ли какие-то еще, что еще поможет? Единственное, что помогает, то, что код на луа, он менее сложный сам по себе, и поэтому в нем легче разобраться, а так, к сожалению, полноценных утилит для отладки и анализа кода все-таки нет в луа-мире. С этим приходится мириться, но это нормально. Но тоже надо сказать, что есть проекты по типизированному луа, тоже, который ловит вот такие ошибки компиляции, это тоже пишешь луа-код, но с типами, и при этом ты уже переконвертируешь этот код в какой-то через транспайлинг и он делает уже обычный луа-код, но при этом он проявляет все типы. Еще есть такая штука, как Hakes, нет, не Hakes, или TypeScript, TypeScript, по-моему. TypeScript для JS такая штука. В общем, TypeScript можно пристроить, чтобы он генерировал еще и луа-код. О, на выходе, да? Да. И тоже интересная вещь, и можно ей пользоваться, но мне не хочется. Наверное, большинство людей тоже не захочется, но кому хочется, пожалуйста, можно использовать, наверное, это будет полезно. Слушай, а вот тут интересно, если говорить про мир JavaScript, который там Web, соответственно, и все, вполне нормально, но мне кажется, почти все, наверное, ну, я не хочу говорить почти все, но мне кажется, что большинство людей вполне считают нормальным, когда ты пишешь код какой-нибудь на современном версии JS, там, не знаю, ECMAScript, там, 2000 какой-нибудь, 16, 17, 18, 20, и потом это дело транспилируешь в старый добрый JavaScript, который там будет работать в любом браузере, в любом более-менее таком старом движке. Вот как ты думаешь, почему, собственно, с Lua тоже те же самые, там, не знаю, производители фреймворков не хотят написать что-то такое встроенное, то есть, ты там пишешь код, там, на Lua 5.4, ну, какие-нибудь там такие штуки, а оно там под капотом как-нибудь сводится к 5.1, или это просто, в принципе, невозможно в силу каких-то более серьезных именно изменений там, в Lua самом, там, между 5.1 и 5.4, условно говоря. То есть, не только синтаксис, вот здесь, поменялся, там есть какие-то более такие серьезные изменения архитектурные. Я думаю, я думаю, в принципе, это не столько решает проблемы, сколько создает, то есть, не такая большая эта проблема, чтобы вот целенаправленно углубляться в это направление. И, да, есть проблема одна очень большая, после 5.1 вышла версия Lua, в которой можно полноценно работать с целыми числами. Для простоты в Lua все числа, они double, у тебя нет intов, соответственно, это накладывает некоторые ограничения и некоторые, так скажем, нюансы использования чисел с плавающей топочкой. В целом, они не доставляют проблем, когда знаешь об этих ограничениях, но иногда тебе именно нужны intы. вот, ну и, соответственно, никакие double ты в intы не сможешь перевести, если просто нет поддержки рантаймом Lua. Ну да, да. Я про Lua, знаешь, единственное, что так пришло в голову, вот про что-то такое, что там как-то запускается, транспилируется, это Moonscript, да, вот, но я думаю, ты тоже про его, наверное, слышал. Да, Moonscript тоже довольно такой проект, который был нацелен на изменение синдексиса Lua в более такой питаничный вид, чтобы было гораздо меньше синдексиса и добавить поддержку каких-то хитрых схем управления там таблицами, там всякие методы вызова, функции по коллекциям и всему прочему, но тоже это не особо прижилось, есть, конечно, люди, которые пользуются Moonscript, но в большинстве своем тоже смысла в нем видят довольно мало людей, которые Lua пользуются. Ну да, мне тоже кажется, что вот там даже мы там когда обсуждали там как-то эту тему на всяких наших луашных метапах, как-то народ все равно к нему так достаточно пессимистично смотрит. Я вот, например, там в JavaScript в свое время там был этот, как же он, а, CoffeeScript, во, CoffeeScript. И в какой-то момент он был достаточно популярен, даже вот у меня там на работе один товарищ, так его активно прям юзал, хотя мне как бы всегда тоже это казалось несколько странным, и то есть как-то там с появлением ES6, да, вообще это стало неактуально, потому что примерно те же самые плюшки появились, но народ юзал. JavaScript отдельная, конечно, тема, там своих этих забавностей веселости хватает. Ну, это да. С каждым годом ты учишь один и тот же. Казалось бы, JavaScript, но при этом он всегда разный. Вот, да. Ладно, вернемся в тему лучшим, да, игры, это мы так и были, лирическое отступление про JavaScript. Я бы хотел еще, наверное, рассказать про недавно прошедший Ludum Dare. Я на нем тоже поучаствовал с дефолтом и сделал игру в 3D стратегию в реальном времени, при этом это смесь с кликером, вроде cookie-кликера. Там тема Ludum Dare была совместить два несовместимых жанра, вот я выбрал стратегию в реальном времени и кликер. Шикарно. Где ты ресурсы собираешь не из минералов или газа, а просто кликая на кнопочку добавить ресурсы. Получилось довольно забавно. Эта игра играется в браузере. Тоже, если хотите посмотреть, на что способен дефолт в браузере и как это сделано, я всем советую загуглить старклик. То есть старклик. Ссылочки с тобой приложим обязательно в описании, так что все желающие кликнут. И в этой игры есть еще выложен код на гитхабе на моем репозиторе у меня, так что любой желающий может посмотреть. Вообще у меня на гитхабе довольно много вещей лежит для тех, кто хочет поизучать корону или дефолт. Да, хорошо, это мы обязательно добавим ссылочку про это дело. Полезно, я думаю, что будет. Слушай, расскажи вот про всякие как публикации, то есть ты уже упоминал сторы всякие в короне какие-то сторы, ну то есть все, наверное, более-менее представляют про Google Play Store или App Store в случае iOS, но это именно куда ты публикуешь конечное приложение, игрушку, неважно. а ты еще говорил довольно-таки интересно хочется обсудить с тобой идею, что немножко смесился фокус в разработку всяких инструментов для разработчика и вот здесь опять-таки я вспоминаю в Unity тоже есть у них свой стор, в который можно публиковать какие-то ассеты, библиотеки и так далее. Я так понимаю, что в короне есть что-то похожее, расскажи, что это идея такая же, что-то можно выложить, что-то за денежку, что-то бесплатно, как это с оглядкой на Unity Asset Store Corona сделала свой, называется он Marketplace, там у меня за денежку лежит несколько плагинов, это для как раз-таки QR-код reader, генерация речи из текста TTS и еще несколько других, вот, часть платная, часть бесплатная, вот, любой человек, у которого есть кроновский аккаунт и хочет подключить любой из плагинов или ассетов, ассеты тоже продаются, покупает, и они ему доступны для скачивания и для внедрения в свой проект, так оно и работает довольно все прямолинейно, у дефолта тоже есть некий портал кода и ассетов, но он пока бесплатный, не знаю, есть ли у них планы по монетизации этого дела, но мне кажется все-таки есть, потому что это было бы довольно логично, всегда, когда разработчики сторонние заинтересованы материально, они будут расширять своими силами движок, это будет, конечно, очень полезно. с точки зрения дохода, конечно, конечные приложения все-таки приносят больше, ведь разработчиков по определению меньше, чем конечных пользователей каких-то, то есть в случае у тебя это просто какие-то вещи про QR-код, это просто такое я понял было, что всем было интересно, всем нужно было, вот ты решил воспользоваться на коне, сорвать, но в целом это просто побочный эффект, побочный какой-то продукт от твоих разработок игры, ты думаешь, ну вот да, вот там используют, тут можно оформить, либо там выложить, вдруг кому-то еще пригодится или еще как-то, либо же это какое-то все-таки целенаправленное именно там разработка какого-то функционала в силу анализа вот там, ну поскольку ты там общаешься в комьюнити, анализа каких-то потребностей разработчиков, как это у тебя? Здесь есть несколько моментов, первый момент это действительно то, что ты можешь сделать, что будет активно пользоваться сообщество и на чем можно там заработать, либо просто сделать хорошее дело для сообщества. Второй момент это к тебе приходят заказчики и говорят, блин, мы используем корону, вот нам не хватает вот этого, вот этой штуки, давай-ка нам ты ее напишешь. Вот я ее пишу, выкладываю в стор и соответственно двойной эффект и от заказчика деньги и от магазина идут деньги на соответствующий плагин. Ну ты как бы заказчикам согласовываешь, что ребята, я это публикую в стор, соответственно, там все дела, вот пожалуйста. Да, без публикации мало кто может использовать. То есть это как раз такой способ удобного обмена. Естественно, если там какие-то более личные расширения для кого-то своего личного функционала, там они, конечно, в стор не выкладываются, они сами внедряют с помощью своих систем сборки проекта. И третий момент это непосредственно то, что нужно мне. Я все равно это сделаю. Почему бы тоже не выложить в этот магазин. Так что да. Ну понятно, То есть мне пригодилось, может быть, кому-то еще опять там какое-то такое... Полноценно на эти деньги конечно невозможно жить, но это довольно такой неплохой приятный доход. Очень приятный. Кстати, про, наверное, самую доходную мою игру могу рассказать, тоже забавный случай. Давай. Помнишь такую замечательную игру, как Flappy Bird? Ну да, да. И помнишь, какое было засилие клонов во всяких в обзорах после того, как она вышла и стала популярной. Вот. И я подумал, то, что в сторе все-таки выкладывать как-то не очень это дело. Дай-ка я все равно ее напишу просто потому, что захотелось сделать собственный кулон. Ну так, чисто по фану. Вот. Сделал я его, вроде, о, да, неплохо играется. Потом я посмотрел на фриланс форталах, если там заказывают на клоны Flappy Bird. И что ты думаешь? Там были заказы. Да. В общем, это были самые легкие тысячи долларов, которые я когда-либо зарабатывал. Просто за день написал и сразу же считает, на следующий день получил. Классно. Да. Это вообще приятненько так попасть. Да. Ладно, про игрушки вроде так поговорили примерно. Давай еще вот интересно там про... Я знаю, слушателей, вдруг кто-то не знает, скажем, что ты выступаешь довольно часто, если почти не на каждом там лоу-конференции, метапе и так далее. Вот хочется про это поговорить, тоже спросить, как вообще ты начал выступать, да, какие там были твои первые выступления и вообще что тобой движет в этом направлении. Да, я читал хабра-хабра, сейчас у меня, к сожалению, на него времени не хватает, но как-то раз я увидел пост, в котором приглашались разработчики выступить на конференции DevConf московская. Вот, я посмотрел, там любой желающий может добавить заявку на доклад, и если она проходит по голосованию, там по выбору организаторов, то тебя берут и ты выступаешь. Я такой, а что, так можно что ли? А что, прикольно, вроде, взять, прилететь туда, послушать другие доклады, самому рассказать. Вот, мой первый доклад, я уже не помню, про что он был, но скорее всего про Python, наверное, или про Go. Что-то из этого. Python и Go, наверное. У меня там был, тогда я увлекался этим Google App Engine от Google, то, что на нем можно запускать Python-овский код, Google-овский код, наверное, про это у меня были первые. Ну, неважно, да, хорошо, допустим. Да, и дальше я уже начал рассказывать уже про Loa и про Корону на различных конференциях. Ну да, я вот помню, по-моему, Loa Conf, который Loa in Moscow в 2014 году как раз ты там про Корону рассказывал, даже на английском, кстати, по-моему, тогда было. На английском я рассказывал про написание плагинов для кроссплатформенных движков, то есть там Корона подразумевалась, но, в принципе, применяется и для всего, всех C++-ных каких-то решений, которые использует Loa Code. Понятно. расскажи, какую цель ты преследовал? Просто рассказать, поделиться, или вот первый раз это просто было интересно попробовать, или как бы в том числе причина, чтобы, так сказать, на халяву приехать на конференцию и послушать другие, ну и заодно что-то рассказать. Или вот какие у тебя мотивы просто интересны? Все вместе, скорее всего, потому что делиться мне действительно нравится информацией, я и сижу вот в ARC-каналах, в Телеграме тоже людям помогаю, отвечая на вопросы какие-то, всегда отвечал на хабрит, писал посты какие-то тоже полезные. Тоже рассказать, поделиться опытом мне всегда нравится. Приехать, когда на халяву, когда не на халяву, тоже прикольно. И послушать других, опять же, это тусовка, опять же, это комьюнити, очень все весело. Так что, скорее всего, это совокупность всего. Я не какой-то там суперкрутой, конечно, докладчик и мои темы, конечно, не мирового, наверное, уровня, но, тем не менее, какие-то свои вещи интересные и свои ноу-хау я вполне могу делиться с людьми и рассказывать про них. Ну, это самое главное, мне кажется, да, пообщаться потом. Мне кажется, твои доклады, по крайней мере, те, которые я там слушал на конференциях, вполне себе заходят народу и, по-моему, даже так позитивный фидбэк собирают, так что предлагаю тебе не останавливаться. Да, не всегда они собирают позитивный фидбэк, но в большинстве своем, конечно, положительные эффекты налицо. Ну, это самое главное. тогда можно продолжать не останавливаться, потому что, если, конечно, всегда негативный, то, наверное, все же что-то не так, а так всегда есть люди, которым понравилось, всегда, которым не понравилось, тут как бы никуда не деться. Если больше одного слушателя, то тут всегда будут какие-то разногласия. Ну, один из слушателей, которому понравился, лучше, чем толпа, которая не понравилась. Ну, да, может быть и так. Ладно, расскажи, наверное, какие у тебя ближайшие интересные идеи, перспективы, вот что ты в ближайшем будущем думаешь интересного сделать или что там, какие вот интересные вещи там тебе нравятся. В данный момент я делаю расширение для дефолта одно, про которое, наверное, пока не могу сказать. Вот, но как его закончу, я буду продолжать работать над своей игрой, тоже головоломка, которая у меня называется Collapsing World, в нее можно поиграть на ИЧ, в прототипе. Вот, так что да, ей занимаюсь и у меня основное ее закончить, выложить и уже работать опять же над следующими своими играми. То есть, до этого момента я вот все то там, то там, можно сказать, работал, то вот в короне, то там плагины писал, то тут какими-то другими делами занимался. вот конкретно соскучился по непосредственно основной разработке собственных игр, то, почему я сейчас скучаю. Понятно. Слушай, а ты вот еще, смотри, там раньше когда-то там в первой игрушке тебе брат помогал, да, а сейчас ты прям вообще полностью сам все, и спрайты, или все же где-то откуда ты их берешь, то есть прям вот, или прям один вообще полный стэк вообще, и дизайн, и графика, там не знаю, звуки и прочее, все остальное. Большинство, конечно, сам придумываю, но все равно брата могу попросить нарисовать какие-нибудь 3D модельки, могу девушку свою попросить нарисовать что-нибудь тоже, и вместе что-нибудь мы обдумываем, придумываем, так что такой процесс у меня. В основном сам, но с помощью близких людей. Ну понятно, да, привлекать близких стимуляний могут, то это, мне кажется, хороший подспорь. Ладно, что, мне кажется, вроде более-менее обсудили все, чего хотели, даже если что-то забыли, я думаю, мы всегда сможем собраться еще раз. Серега, спасибо тебе, что пришел, наконец-то, это был не быстрый, не долгий, не быстрый процесс, но мы все же собрались, записали. Друзья, надеюсь, вам тоже было интересно послушать, вот, если у вас есть какие-то там замечания, комментарии, то смело задавайте, пишите, там, сигнализируйте любыми способами, мы их не оставим без внимания. Правда? Да, да, что позвал, очень было приятно с тобой пообщаться и рассказать, что это вообще все такое, геймдев, луа, движки. Да, пишите свои вопросы, дорогие слушатели, и если вы меня где-то найдете на просторах интернета, тоже можете задавать мне какие-то вопросы, напрямую. Ну да, ну и в конце концов приходите на разные конференции, те же самые луа метапы, вот, на которых там Сергей бывает, можно сказать, почти всегда, я там в меньшей степени, но тоже стараюсь, вот, так что подходите, общайтесь, вот, все, всем спасибо и до новых встреч, пока-пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok